Евгений Онегин уехал на гастроли в Италию. Впервые после 20-летнего перерыва труппа Большого театра выступает на сцене Ласкало. Закрывает сезон на главной оперной площадке мира. Постановку покажут в четыре раза. Все билеты уже раскуплены. Те, кто не успел и спектакль не увидит, смогут его услышать на популярной итальянской радиочастоте. Прямая трансляция будет организована во время премьеры. Из Милана репортаж Гули Болтаевой. Екатерина Щербаченко, голос которой недавно был признан лучшим в мире, между репетициями изучает миланские достопримечательности. Начав с самого сложного готического сооружения Италии, кафедрального собора Дуома, который возводился лет 400. Репетирует и играет Катя Татьяну Ларину. В том числе, когда я смотрела этот спектакль из зала, место, когда Татьяна подходит в конце ларинского бала к Ленскому и как-то вот сразу так понятно становится, что вот они родственные две души. И как же так вот все криво получается в жизни, что они не встретились. Поставил Евгений Онегин и Дмитрий Черняков, любимец публики и театральной критики. Итальянская недавно вручила ему приз за игрока Сергея Прокофьева ко продукцию Ласкало и Штатсоперы. Солисты Большого театра говорят про Чернякова. Митя идеально показывает образ, остается лишь повторить. Не надо делать, не дотронуться, не дотронуться, не дотронуться. Нельзя сказать, что итальянская публика не готова к встрече с Евгением Онегиным. В местном магазине, что расположено в здании самого театра, 15 версий этой знаменитой оперы Петра Чайковского, включая ту, что привез Большой театр. Запись была сделана в Парижской опере, где Евгением Онегиным открывался сезон. Выбрал спектакль и пригласил в легендарный театр интендант Ласкало. Черняков в Евгении Онегине не отрывается от либретто, но по-новому его прочитывает. Взять, к примеру, пятую картину первого акта, когда Ленский страшно переживает, а Ольга проходит мимо. Ей почти все равно. Это есть и в либретто, но только Черняков так увидел и так показал. Евгений Онегин в черняковской версии на ура был принят не только в Москве, Париже, недавно в Токио. Почти все билеты раскуплены и в Милане. Но это не успокаивает. Тут осветствовали больших звезд, включая «Луча на повороте». Тут было много всего. И публика, конечно, диктует моду прямо, беззастенчиво и очень эмоционально. Друзья-соперники – Онегин и Ленский, Василий Ладюк – звезда «Стремительно восходящая» и Андрей Дунаев – солист дюсельдорфской оперы. Гримм почти не нужен. Спектакль нетрадиционный. Ленский, придуманный Пушкиным, от тех, кто живет в 21 веке, почти неотличим. Как и Онегин, за которого певец переживает. Наверное, я его понимаю, и я бы хотел, чтобы это закончилось по-другому. Гуля Болтаева, Виктор Приходько, Вести, Милан, Ласкало.